Итак, мы настроим вот эту шапочку с сайтом. Ну, во-первых, ну давайте перейдем в панель настроек и там будем смотреть. Я сам не знаю, что где еще в этой теме находится. Будем по порядку смотреть и поймем. Ну, я думаю, что Layout, Header, About Header, можно в таком варианте, можно в таком варианте. Сейчас выберем второй вариант, либо третий вариант. Ну, мне кажется, вот этот лучший вариант. Welcome. Можно здесь, смотрите, текст, social menu или widget. Мы сделаем сейчас так. Здесь будем отображать меню. Меню. Здесь, помощью этой кнопки, выбираем меню. Ну, давайте создать новое меню. Это меню шапка. И далее сюда положим мы добавить элементы. Сюда, во-первых, позволим, положим в больших букв консультация. И давайте откроем главное меню. Ну, давайте я во второй вкладке скопирую ссылку. И контакты нам нужны. Вот, копируем ссылочку отсюда и идем во вкладку, где у нас открыто это все дело. Заходим в меню шапка, добавить элемент. И вот сюда вставляем ссылочку и добавить в меню. Отлично. И еще нам хорошо сюда бы вставить почту. Инфо собака. Newshop.ru Shop.ru Вот так вот. И здесь мы вводим ключевое слово mild. Двоеточие. И вставляем почту эту. И даже вот так вот мы это сделаем. В принципе. И еще нужно вставить текст ссылки. Где наш магазин находится. Город. Ростов. На. Да. Ну. И при клике по этой ссылке у нас будет также происходить переход на страницу контакты. Так. Добавить элементы. Вот. Все. И теперь мы назад возвращаемся. И здесь в лояуте. В хидере. Вау хидер. Вот. Деменю мы подключили. Go to menu. Кликаем. И выбираем наше меню. Шапка сайта. Ага. А. Тут надо галочку поставить. Все. Видите. Появилось. Мы сейчас иконочки еще. добавим. Значит так. Давайте вернемся сейчас еще назад. Лояут. Хидер. Давайте. Обау хидер еще. Посмотрим. Что тут есть. Вторая колонка. Вот это. Сошел медиа. Ну. Пусть. Сошел медиа. Готов. Виджет. Фейсбук. Видите. Тут. Тут можно вставить только иностранные. соцсети. Но мы сделаем по-другому. Лояут. Хидер. Мейн хидер. Нет. Нам верхняя нужна вкладочка. Меню сюда. Мы сюда можем ссылки сделать. А здесь вообще ничего не выбирать. Мы здесь ставим нон справа. Но опять же. Если вам нужны иностранные соцсети. То вы можете их сюда запилить. Да. А так оставить как было. Выбрав просто здесь. Мы все сделаем так. В одном меню. Опубликуем. Сейчас иконки добавим. Выходим отсюда. Из этой панели настроить. Сейчас все увидите. В консоль. Внешний вид. Меню. Здесь значит выбираем топ меню. Шапка. Шапка. Выбрать. Отлично. Первую открываем. Иконка. Фонд Ависон. Конверт нам нужно найти. Вот так вот нужно ввести. По-моему. Да. Вот она. Это мейл наш. Так. Здесь дальше консультация. Фонд Ависон. Квещен. Квещен. Вот он. Так. Так. Здесь адрес наш. Это. Выбираем. Фонд Ависон. Фонд Локейшн. Так. И теперь нужно вставить ссылку. У нас будет ссылка на ВКонтакте и Одноклассники. Прямо на русскоязычный. И давайте ставим произвольную ссылку ВК. И сюда прям ставим ВК. Я вот прям сюда ставил ссылку на ВК. Еще раз копирую. Он у меня в Одноклассниках нет. Поэтому. А. Добавляем в меню. Ну и давайте сразу. Текст Любовь вставляйте. Потому что мы его скроем. И ссылку на Одноклассники вставляем. Добавить в меню. Далее. Открываем ВК. Здесь. Иконка выбрать. Фонд Ависон. Здесь выбираете ВК. Вот. И выбираете. Скрыть текст меню. Да. Выбрать. И то же самое с Одноклассниками делаем. Иконка выбрать. Фонд Ависон. Вот так вот. Окс делаем. Одноклассники. Одноклассники. Вот такие нужно выбрать. И скрыть текст меню. Да. Выбрать. Все. Сохраняем изменения. Ну и нам. Как вы помните. Из главного меню. Выбираем главное меню. Меню 1. Выбрать. И нужно удалить ссылку консультация. Так как мы ее в шапку положили. Консультация удалить. Все. Сохраняем меню. И смотрите. Как у нас все хорошо. Почта. Консультацию мы там сделаем. Виде кнопки. Адрес. ВК. Одноклассники. В общем. Давайте еще панель настроить. Перейдем. Мы еще не все настроили с вами. В шапке сайта. Лайауты. Хидер. Абау хидер. Ну здесь мы все. Здесь можете цвет поменять. Как вам будет удобнее. В принципе. Мейн хидер. Оставляем. Лефт. Центр. Как будет. Ну-ка. А пусть все. Лефт остается. Да и все. Ага. Вот. Клту. Видите. Здесь мы меняем. Но лучше все оставить. Тут можно написать. Позвоните нам. Так. И телефон. Допустим. Там. 8 800 256 0389. Мобильное меню. Мы можем выбрать по центру. Слева. Справа. Ну. Лучшесть по центру. Это стики хит бар. Давайте посмотрим. Что это. Ну пусть стоит. Вот эти три чекбокса. Отключаются на вот эти три значка. Ну. Нам это не надо. Ну и опять же название мы потом на русский переведем. Все нормально будет. Выходим отсюда. Выходим из хитера. Что-то с блогом сразу. Контент. 30. Ну. Кнопка. Да. Переводим на подробнее. Нумерацию оставляем. Блог. Выходим. Сайдбары. Акшн. Бот. Но. Это лучше оставить как есть. Потом цвет вот этот вот выделений. Я хочу сделать как вот здесь синенький. Будет мне кажется так красивее. Для этого мы в хидер возвращаемся. Мейн хидер. Нет. Не мейн хидер. А бау хидер. И выбрать цвет. И вот нам нужно скопировать имеющийся цвет. Дальше мы перейдем. Мофта топ. И вот здесь где оранжевый. Можно выбрать синий. Этот цвет. Включаем тут ничего. Так. Это мы оставляем. Дальше. Total Color. Global Color. Вот этот цвет также меняем на вот этот синенький. В принципе. Но это уже дело знаете как вкуса. Вот. Видите как. Мне кажется так получше все стало. Ну тут понятно цвета нужные. Повыбираете. Можно кстати. Это светлая тема. Можно ее темной сделать. Но лучше. Ну в общем покрутите. Посмотрите как лучше сделать. Это дело вкуса. Хидер. Вау хидер. Вот тут мейн хидер. Ну тут цветами все просто. Понятно. Прелоадер. Моудер. Тут. Он спрашивает. Вот здесь вы можете загрузить логотип. Сейчас сделаем логотип. Я вам покажу как быстренько его сделать. Social Icons. Ну это вот эти иконки про которые мы говорили. Я их заменил. Меню мы настроили. Виджеты. Потом перейдем на следующем уроке. Когда будем делать вот эти выводы. Настраивать главную страницу. И WooCommerce. Product Style. Можно увеличение. Либо свейп выбрать. Single Product. Ну это настройки продукта. Но не по умолчанию у нас мы как бы скачали. Их не надо больше выбирать. Нумерация. Так. Изображение товара. Мы это все уже настраивали с вами. WordPress Default. Вот свойства сайта. И вот здесь можно также логотип настроить. Так. Значит. Во-первых. Назовем New Shop. Магазин модной одежды. Можно кстати логотип так отображать. А можно отображать текст. То есть здесь с чекбоксами выбираете что вы хотите отображать. И так же здесь можно Favicon. То есть иконка которая находится во вкладке. В заголовке вкладки. Нашего сайта. Кликайте выберите иконку. Вы выбрать вы можете ее на сайте IconBeaut. Я загружу своих файлов. Ссылка на выбрать. Обрезать. Все. Загрузилось. И теперь нам осталось просто. Во-первых сохранить изменения. И давайте сделаем наш логотип. Логотип кстати говоря. Изменить лого. Кликаем. Давайте найдем здесь логотип. Он должен быть. Да. Он должен быть 197 на 50 пикселей размер. Как сделать логотип. Берем. У вас будет ссылка под видео на сайт. Конструктор. У меня уже там аккаунт есть. Создать логотип. У нас называется New Shop. Сфера деятельности одежды. Вот. Продолжить. И нам нужно его сделать беленьким. Поэтому мы черно-белый стиль выбираем. Продолжить. Во. Что-то похоже. Ну вот такое можно. Посмотреть логотипы. Я вам советую выбирать вот такой в длину. То есть горизонтальный. И с крупными буквами. Вот такой подойдет кстати. Давайте попробуем. Здесь главное берем фон. Кликаем. Цвет логотипа. Ну белый нам нужно. Ну пусть черный фон и остается. Нам нужно кликнуть. Вот по этому участку. И здесь видите цвет текста белый. А кстати он подходит. Нам ничего не надо менять. Нам просто нужно кликнуть. Нажать на кнопку print screen. Просто здесь вы могли поменять цвет. И открыть допустим тот же paint. Обычный стандартный. На Windows ввести. Control V вставляем ту картинку. Которую мы сделали print screen. И обрезаем точности по краям. Ну чтобы лишнее не входило. Вырезать. Файл создать. Нет. Control V. Так. Там по-моему 197 на 50 был размер. Да. А если мы уменьшим пиксели на 197. Ну пусть так и остается. Файл сохранить. Как он. Я сразу в формате png. Logo. На рабочий стол. Теперь на рабочем столе. Logo. Вот он logo. Правая кнопка мыши. Открываю. Вы можете в фотошопе делать. Я в paint.net сделаю это быстрее. Ну а я опять же. У меня есть видео о том. Как создавать логотипы. Вот таким способом. Там как раз таки в видео есть. Все ссылки даже на программы. Вот этот paint.net. Который можно скачать. Удаляю. Ну опять же я под видео вам прикреплю все эти ссылочки. Чтобы вы не искали. Увеличиваем. Чтобы здесь обрезать черный цвет. Так. Все. Файл сохранить. Ок. Теперь давайте загрузить файл. Выбрать файл. Выбираем файл. Рабочий стол. Вот он. Нью. Чтобы наш блогин. Лого не обрезать. Но он сильно большой. И изменить размер. И сделать его 50. Вот так вот. И сделаем сохранить как. Как лого 2. Так. Обязательно меняйте название. Иначе не попадает. Иначе будет подгружаться в старое название. Загружаем. Уберите файл. Шоу файл. Не обрезать. Ну пусть так и остается. Нью шоу. Так. Отлично. Опубликуем. Ну опять же эти иностранные названия мы в замене названия сделали. Выходим из этой панельки. И вот шапку сайта мы с вами сделали. Теперь на следующем уроке мы с вами сделаем подвал нашего сайта.